Тип человеческих отношений, которым присуще адекватное отражение слов и действий друг друга, совпадение взглядов и суждений, согласие в поступках, а также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в случае разногласий, называется взаимопониманием. Когда простые граждане обращаются со своими бедами и проблемами к руководству муниципалитета, депутатам или чиновникам, они надеются на это самое взаимопонимание со стороны власть имущих. В свою очередь же, откликаясь на зов помощи и другая сторона, также надеются на эту взаимность. Примером вышесказанному становится ситуация с освещением. Напомним, жители улиц Фронзы, Железнодорожников, Бабушкина и Щерса уже несколько лет пытаются добиться хоть какого-то освещения своих территорий. Избрав городскую думу молодого энергичного депутата Михаила Карелина, они думали, что вопрос решится в одночасье. Я приходил именно к своему депутату, чтобы хотя бы нам сделали свет. Или в подъездах свет сделали, или сделали хотя бы на столбу свет. Живем в центре города, живем прямо в самой, что есть в темноте. Был Новый год специально, для Нового года я заходил к нашему депутату, и нам пообещали свет сделать. Ну, сказали, что мы не выпиваем, ну, мы будем делать, сделаем в феврале. Ну, вот что, нам делают свет в феврале. Скажи, кто у вас за депутат? Михаил Сергеевич, кандидат у нас, как бы это, фамилия, как Карелия, вроде ли, как-то не. Вот он нам, как бы, дал бумажку, выписку, все, что он, как бы, ходил к нашему вагу, начальнику, и он нам, как бы, обещал поставить свет. Отчаяние жителей, конечно, понятно, но, с другой стороны, не чувствуется того самого взаимопонимания. А ведь, насколько известно, депутат Думы Артемовского городского округа Михаил Карелин не привык отвечать своим избирателям отказами или отписками и сидеть сложа руки. За комментарием по поводу работы по освещению мы обратились к самому Михаилу Карелину. Кстати, застали его на встрече с жителями Ветхого дома, которые оказались в очень сложной ситуации. Ко мне подходил житель именно вот этого района и говорил, что обращался к депутату местной думы, к вам, по поводу освещения, и вами ничего не сделано. Скажите, а почему не сделано? Сделано или не сделано? Честно, обидно, что так говорят, потому что самое первое, первое, что у меня, мое решение было это по освещению. Особенно в том районе, где я живу, я живу тоже на своем же округе, у нас нет уже более 10-15 лет освещения. Это проблема большая, я пишу, у меня отписки, я пишу, у меня отписки. 20-го числа я был в жилком строе, подходил к мастеру, который отвечает за освещение. Так вот, я являюсь депутатом, а МУП в жилком строе является муниципальным. То есть, в принципе, я могу как бы спросить, какие работы проводятся. Мне просто в наглой форме было отказано, что мне не собирается ничего говорить, туда-сюда, пока я не объясню, что я депутат, что я могу написать это обращение. Конкретно, предположим, по улице Пушкина, жители дома 117 и 117 Б написали обращение 16 января, чтобы заменили им две лампочки. Лампочки ГРЛ, то есть я написал 16 февраля, потому что ответ жителей не было, они обратились ко мне. Ну вот я депутат, мне и то не ответили, в итоге мне сказали, почему мы что, на каждое письмо ваше должны отвечать? То есть, вот в такой форме, я ничего не прибавляю, не преувеличиваю. То есть, представляете, это депутату, а как жителям? Жителям очень тяжело. Без ответственности и безнаказанность главные козыри артемовских чиновников, считает депутат. Почему так мастер разговаривает? Ну потому что с него никто не спросит. Директор Желкомстроя не спросит, а с него не спросит ни глава, ни то-либо. Они знают, что ну приду, я скажу в администрацию. Им там скажут, ну ты ладно там, давай как-нибудь помягче с ним. Но ничего не делается. Но мне не важно, как с ним разговаривать, мне важно, чтобы был результат. А результата-то нет, у меня этих писем, мама не горит. Пишу, пишу, ответы, ответы. Когда я ему сказал конкретно, почему не делается, он сказал, помимо замены лампы, там надо вообще полностью все менять. Я говорю, экспертизу мне, покажите там, ну на основании чего вы такое выдвигаете. Что там не надо заменить просто лампы, а надо менять полностью светильники. Он замолчал. Дальше я у него попросил, кто занимается, кто подрядчик. Он мне назвал, попросил номер телефона. Он мне говорит, а почему я должен вам давать номер телефона подрядчика? Это во-первых. А во-вторых, о чем вы будете с ним разговаривать? Я не стесняюсь, я и так и сказал, что поговорить с подрядчиком, подавали вы заявку по моему обращению или нет. В итоге там пошла у нас дискуссия, но все-таки он мне дал. Ну вот такая вот ситуация. Михаил Карелин отметил, что в Артемовском совсем не депутаты-бездельники. Есть избранники народа, кто рад оправдывать доверие своих избирателей и пытаться решать вопросы по обращению граждан. Только нет у власти муниципальной того типа человеческих отношений к своему народу, именуемых взаимопониманием. Что же касается решения вопроса по освещению улиц. Как говорит Михаил Карелин, вода камень точит, то он будет по-прежнему им заниматься и упорно добиваться результата.